Российская Федерация потеряла около 100 тысяч человек в Бахмуте. Об этом заявил президент США Байден. Отметим, оккупационные войска под Бахмутом теряют батальон в день. При этом, по последним данным, общее количество потерь врага на бахмутском направлении составляет до 70 тысяч убитых и раненых. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Куарах Украино-Американского форума. По нашим оценкам, россияне по батальону в день под Бахмутом теряют и продолжают это делать, сказал Резников. Он подчеркнул, что защитники Бахмута делают немаловажную вещь. Они уменьшают наступательный потенциал россиян и таким образом не дают им пойти в наступление на других участках линии фронта. Если посчитать, я думаю, на сегодняшний день до 70 тысяч потерь россиян понесли только на бахмутском направлении, имея в виду убитых и раненых в месте, заявил министр. Напомним, что тяжелые бои за город Бахмут продолжаются. По данным Минобороны, украинские военные продолжают продвигаться на флангах под городом. В частности, силы обороны освободили около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. Аналитики Института изучения войны уже отмечают, что украинские военные перехватили тактическую инициативу под Бахмутом. Подобное заявление также было сделано Минобороны Британии. Однако освобождение территории дается нелегко, поскольку оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции. В Министерстве обороны отмечают, что ВСУ имеют успехи на отдельных участках бахмутского направления. Но в самом Бахмуте оккупанты продвигаются.